Представься, откуда ты? Я сейчас на данный момент на Эрике Третьей. Начинал я с Эрики Четвёртой. Тёрный Макарон в одном клане играли. Я улетел на Зиг Харт второй, там какое-то время играл. На Эрике Пятой играл. И потом в итоге сейчас пока на Эрике Третьей играю. А что за клан сейчас? ПВЕ у тебя? Да, это сейчас ПВЕшный клан. Ну тут по стандарту всё. Даже в синих штанах бегаю. Да я тоже смотрю, это Базилы. О, а Пушка Т2 у тебя? Нет, Т1. Ну с красными сравнить как? Не сказал, что прям я такого прироста вроде какого-то там прям Bluetooth получил. Весь основной прирост я получил это от карт, когда закрываю колы картами. Кольца, думаю, ничем никого не удивить, ничего не точно такого нет. Средний персонаж, которому повезло делать Рауля с купонов и второго мифического Агата. Давно играешь? Со старта. Получается, какое-то время я не играл совсем. Где-то какие-то акции пропустил. Ну всё равно возвращайся в игру. Вот как Дестера вели, я вот играл какое-то время, я же поиграл, изначально я был лучником, стал по опыту сильно просаживаться, мне многие ребята стали обгонять, и решил я на Глада пересесть. Захотел, загорелся, рероллился в Дестера. Лучник начинает себя чувствовать после какой-то грации вроде бы фиолетового. А тогда же не было тогда ещё лучника, у неё только одна была фиолетовая что ли, или красная какая-то одна массуха сегодня была. А на то время её было тяжело достать, и цена там на ней была космическая. Что-то мне надоело, я ушёл с игры и пришёл, когда вели арбалета. Я пересел на арбалетчика. Тут долго играл на арбалете, потом решил попробовать пвп-контент и пересел на ножа. Они так сделали, что типа арбалет как бы в лоу-локациях, но ему буста надо много. На Глада скиллы, а почему-то вот этого у меня не было. Ну ладно, это не суть, я его возьму сейчас, когда в клан нормальный перейду. Феникс вроде бы как бы хороший скилл, но в той же степени, например, не даёт как арбу. Допустим, крыль, видите, прожал крылышки свои и хп восстановил, просто снимает с себя. Не, ну он фил дебафы снимает, то круто, можно улететь спокойно. Ну это да, но говорю, всё равно, ну как бы такого себе, такого сверхъестественного вроде нет, даже салон снимает. Я думал, он что-то с красных начинает, но он фил даже снимает. Там как-то написано по-дурацки, как-то что-то ниже легендарного. Вот нажми на Феникс, там написано ниже легендарного ранга, но оно не указано, что типа и легендарного снимает. Ну по сути он легендарного снимает после апа. А Глада, как он, ну или ты не играл до его апа? Я играл на ноже, когда пересел на Глада и взял вот этот скилл, то он стал намного сильнее, чем в фарме, чем нож. С четвёртого сундука или что это? Да. Вот. У меня не так много точности, чтобы там формить, например, той пятой, допустим. Я на ноже не стоял, потому что я там не попадал, не стоял лоу четвёртой, потому что мне точности очень сильно не хватало. То есть он их шотает, но по ним может раза три-четыре ударить и не попасть по нему. Очень сильно просаживался. Проблема ножа это лучники, когда, в общем, мобы много резаются, если нету резистов всяких, он туда упрётся. Или там настройки нужно было там менять какие-то. Ну как бы у Глада, короче, таких проблем сейчас как бы на данный момент нету. Он намного профитнее фармить, чем нож. Не, ну у него аджор, берсерк. Ну а вот что-то я вот не пойму, вот это вот берсерк, например, я вот эту локацию стою, восток, в другую перехожу, по идее там мобы чуть сильнее, ну посильнее. И по идее должен под берсерком я там стоять, но я не стою там под берсерком. А, где я перехожу, да, они сносят меня, у меня же стоят же настройки под банки, вот это вот там, допустим, я выставляю, чтобы банки не хавало и сливаюсь. По идее он должен там стоять, но я там не стою. Ну и говорю, за счет этого четвертого скилла, то есть ему много точности не надо, и плюс сам Ага там дает абсолютную точность. И я теперь стал стоять вообще на изи той и пятой. Давай это, что там, красные скиллы новичкам, какие лучше брать первые? Есть новички вообще в игре? Ну первое, наверное, я думаю, все-таки я вот этот, владение рассечением. То есть он бустит двойное и тройное рассечение. Да, но это после тройного, да, Танец Ярости, наверное, тройное, потом... Да, 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 потом уже, да, уже копить на этот... Наказание скилл вот это. Это когда он бьет, а там у него еще там дополнительная такая, ну здесь, я не знаю, сейчас не видно ее, как она работает. Он фир пускает этим скилл. А, звуковой импульс. Да, мне его нету. Ну как бы я без него живу и существую, прям неплохо. А он срабатывает там еще так, непонятно. Ну а мне, наверное, не профитно, потому что у меня сейчас постоянно тройное рассечение как бы работает. И думаю, вот эти лишние скиллы, которые... Ну да, раньше зажимали просто тройное рассечение, потому что, чтобы он лучше фармил. Да, и там настройки надо отключать, я также зажал, пришел в то и в пятое, и на чувака напал. Ну я думаю, вот без всяких вот этих наказаний, фениксов, даже вот этого двойного пирования, думаю, стремиться, главное, вот этому скиллу взять. Владение рассечением. Даже без этих у меня там есть персонаж, который без доната, вот с этим скиллом, он буст дает 30% фарма где-то. Получается кое-то. Один, да. Я вот сколько смотрел, он больше трешки стоил. Ну, как бы часто бывают роллы, блин, не выговорю. То можно за полторы тысячи сделать спокойно. Да-да, я вот ребятам там рассказываю, они не верят. Даже тот же Оден-второй, ну... Я сейчас Оден-второй купил за 700 чем-то. За 700? Да, за 700 кристаллов. Нормально. А у нас же сейчас же топы улетели, и получается, наш кластер без топов сейчас один. У нас нету тут ни парадоксов. Там вот мелким кланам до Герана, допустим, забирать себе. То на дома желтовой тапки, да? Да. На Леоне похожая ситуация, похожая картина с аукционом. Как бы дохода вообще никакого нету. Да и что-то, мне такое ощущение, как будто синьку перестали, это самое. Я вот сегодня за ночь, пока спал, вот оно, весь мой дроп. А, выпадать перестал? Да, как будто бы. Как бы они закрыли Мерсеров за то, что мы не пошли помогать, или кто не помогает. И они сейчас, у кого щитка нету, они режут. Ну, на АДН, типа, кто не полетел, то их постоянно мне. Потому что у них варут с этим человеком. У них. Я не думаю, что я, Акива, этот Твин, вон. Ну, тут логика в Л2М такая, все. Две буквы похожи, все, Твин. А как я ник этот все сделал? Я в Google зашел, там, имена в Л2М, ну, в Л2, какие там популярные. Смотрю Акива, и я английскими набах. И там чувак такой же, и он мне пишет. У тебя, говорит, ник просто знакомый. Он вроде бы у нас в варлисте, говорит, есть. Поэтому сейчас на больничном, там, можно с утра куда-нибудь пойти. И где-нибудь хотя бы спокойно постоять, что тебя, ну, не сольют. Ну, Фиол тут все, кому не секрет, это Берсерок. Думаю, всем понятно, это первый скилл берущийся. А Джор дает жесткий. Да, который дает буст и локации, который... Двойной ипульс. Ну, этому нужен красный скилл, чтобы работал хорошо. И тройной урон, когда вот много мобов атакует, он этот... Не постоянно висит, а срабатывает. Я не взял его. Не знаю почему. Он 10 секунд, это для ПВП больше. Да, потому что был выбор жесткое рассечение брать. Ну, и понятно, самый имбовый, самый крутой, это вот этот, который дал мне буст. Который, я без точности, нужной, могу стоять в многих локациях. Это и должен стремиться, я думаю, каждый Глад к этому. Потому что у меня был выбор взять мифический или... А он тоже, да, Гладу даст Масуху какую-то? Да. Получается, он 10% шанс. Ну, на все классы, короче, я понял, Масуха дает. Ну, этот скилл, который, желтенькие такие, палочки вокруг этого, это вот он и есть, я так понял. Ну, я вот сейчас взял, получается, я, конечно, не знал, что он пробуждает этот, который скилл с монетки крафтится. А, я понял. Он это дополнительно дает. Да, просто многие не знают там, и я, как бы, мне точность нужна была, я взял на точность, и он пробуждает его, и... Ну, там дает 5 точности, вроде, что такое. Да, да, это, как бы, ну, нормально, потому что сейчас я, в основном, закрываю все коллекции на урон, стараюсь и на точность. Защиту я тоже долго догонял, до 350. У Мага тоже проблема, вот именно точность нужна, это если локации тянешь, там даже той и пятой, но ты не попадаешь тупо по мобам. Потому что вот у меня точности, 360. Ну, как раз для той и пятой вообще шикарно. Как раз то, что надо. А до этого у меня было меньше, потому что у меня где-то было 330, и поэтому потом я стал, начал прям все вливать. И плюс вот то, что вот Агат, если я одеваю Антараса, вроде бы, который мне дает сопротивление оглушению, но я не бегу с ним, потому что этот мне абсолютную точность дает, и я вот с этим Агатом в той и пятом стою лучше, чем... Сейчас, типа, он как бы для Мага в пользу. Ну, взял, говорю, чисто из-за абсолютной точности, потому что, говорю, я вот стоял, и я очень сильно промахивался по мобам. Но сейчас, может быть, то, что я точности, ну, подзакрыл, может сейчас полететь. 360 точности ты должен шикарно чувствовать себя. Смотрю, я, видать, я то, что сильно уже, ну, как бы подапал уже этот, прокачал точность. Но когда было мне там, говорю, 330 там с копейкой, мне не хватало. Вот так я что-то смотрю, он сейчас и так неплохо по ним попадает. Которого пробудить я сегодня никак не могу, я сделал 20 траев, и из 20 траев я всего получил одну фиолку. 5 вроде, они сейчас больше новые добавили. Эти не падают, сколько раз не покупал паки, 57%. Ну, Агатиончики тебе вообще шикарные, слушай, два мифических. Да, ну, все равно надо эти побольше, потому что они очень много кол закрывают и на урон. Вот это хорошо закрывает, вот она хорошо закрывает, вот это хорошо много всяких кол закроет. Ну, как бы, хоть Агатионов меньше, но процент получения Агатионов тоже меньше, как бы, чем карт. Ну, я же говорю, вот мне повезло то, что я, говорю, скрафтил его со второго фьюза. То есть три я выбил, а фиолетовых одинаковых. Со второго трая я его скрафтил и из билетика вытащил вот его. Да, хотя бы один трая сделать мифический, просто на билетике молиться. Ну, я так и как бы, ну, и планировал, что и там сделать. Ну, Рауля, думаю, трая сделаю, получится, получится, нет, нет. То есть я и Рауля с билетика вытащил, и, получается, Палика вытащил тоже с билетика. Просто есть человек в Дискорде, там он тонет, он недавно начал играть, перса себе купил. И до сих пор не может Рауля вытащить, хоть купает все паки, короче. Ну, вот, я говорю, я три последние акции, вот они, вот так вот они мне все. Я получил всего одну фиол, поэтому я думаю, надо пока не дает игра остановиться, видать то, что играет, тебе так много. Ну, артефакты, я их не покупал эти, так что вот, что имеешь, что дает. Синиме не везет, а это то, что взял, говорю, ну, это нужно, это владение парными мечами. Ну, получается, баф на этот, на танец у тебя, что он дает. А, зелененький-то увеличивает крит-атаку и доп-крит-урон. А за счет танца накладывали. Да, а там на танцах, там прям, ну, значок появляется. Здесь весь урон дает, немного, вроде бы два, что ли, весь урон дает. Тут же их, вроде бы, я так понял, пробуждать еще как-то можно. Ну, при помощи монетки. Да, только где ее брать? Создавать. А с чего? Фармишь на миссерве, ты фармишь монетки, за монетки покупаешь, вроде бы. В это разлом, о, разлом, точно, в разломе. Там же написано, если ты в создание зайдешь, эти монетки. Ну, их вроде убрали, эти монетки, после какой-то обновы, если я не ошибаюсь. Я не помню. Ну, именно там писалось марлука, разлом марлука, вот этот, который открывается. Там фармишь какие-то части. Да, я аж уже не углубляюсь, я не знаю. Да, вот тоже так, когда я что-то посмотрел, так и не понял, где там. У меня как два месяца, ну, настрой пропал, то что, как бы, без напряга играл, там, покручивал немножко алхимочку и мог там паки покупать, да, играть. Но сейчас, как бы, закрыли эту кормушку с алхимией. Да, у меня как-то, я говорю, в последнее время, я до этого вот играл, до, вроде бы, патча, вот этот, который был, что-то там они там ввели-то. А, нет, вот тот трансфер у меня, вот, я играл на ноже, я, получается, в месяц доход у меня был больше 10 тысяч кристаллов. Вот этот трансфер, это очень... С алхимией, что ли? Да, алхимия, чисто алхимия. Это на красных и синих вещах. Ну, два месяца назад рынок рухнул, когда этот, Найт Кроу вышел. Да, 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 вот, как раз там же трансфер был. И вот рынок как рухнул, потом анонсировали Project Evo, и всё, и всё, все продавались. Тут и Tron and Liberty должна выйти, короче. Там и Trisland, вроде, 3-3, как-то, я не знаю. Там много проектов интересных, которые люди хотят, как бы, не потерять. А сейчас у меня вот так вот, говорю, всё, я там, история продаж, 800, ну, почти 900 кристаллов. Не, я всё, что выбиваю, кручу, пытаюсь восьмые вещи выкрутить, но очень сложно. Так я, третий слот у меня вообще, как будто он не выпадает никогда в жизни, с этой руной. Чё, не знаю, я когда с руной кручу, я всегда руну вытягиваю, как бы я не крутил. Я говорю, и четвёртый выпал, и пятый слот падает, всё падает, но только не этот, руну. Я, наверное, круток тоже там больше 20 сделал, и когда мне уже колечки третьи попали, я же во втором слоте тогда только поймал эту руну. Которая закрыла мне один весь урон. Не сильно донатующий человек, ну да, мне 4 фиол. Фиол души спакал. Да. Хорош, они по 800 очков дают, вообще шикарно. Третья. То 104, неплохо. Ну вижу, порвался в атаку. Да, потому что это получить максимум весь урон, плюс 5. Сейчас вот надо точности, но я хочу вот этот взять. Пробудить увеличение этого урона от умений там, вот этот даёт. И он пробуждает этот красный. А я сейчас в таком клане нахожусь, и на Олимп вообще не хожу, потому что мне не везёт там на нём. Да нет, это с обычного Олимпа. С обычного мне не даётся, вроде бы. Ну, там же книги красные, Наследник. Ты в какой ранг попадаешь? Я? Я 5 игр делаю, больше не хожу. Понятно. У меня вот всегда 5 игр подряд победы, и потом 37 поражений. Я даже до бронзы не дохожу даже, и мне даже потом как-то... Может сейчас как-то получше стало, но до этого я говорю... Не-не-не, забей, нет. Сейчас много людей ушло с игры. Там... Я не знаю, как этот баланс работает, но я никогда... Ну, редко попадаю. Чтобы, ну, сильные были со мной. Там всегда по-другому. Ну, и качели вот эти получаются. То мы выиграли, то мы проиграли, то я два раза ещё проиграл. И вот это... А качели прям вот на 1200 очков уже набрать. Я играл с чуваком, он и по рейтингу, и он полностью слаб же, но он играет даже на ноже, и он в мастера почти каждый раз выходит. Я думаю, это как... Как это работает. Супер аккаунт. Ты слышал же, что там это... Какая-то комиссия в Корее нагрянула на НССОВ. Там, типа, ну, сама НССОВ-компания делала персов, которые решали на осадах, типа, а потом на ФП этих персов продавала. Так же, как вот это, это же тоже, я так понял, от разработчиков можно пробить любой ник, где ты играл, где на каких-то кластерах был. Ну, да, наверное, по-любому. По-любому какой-то доступ. Просто я не думаю, что там какую-то... там ломали игру, и... Ну, это вообще жесть, короче. Тут, говорю, если заходишь, ни от кого не скроешься. Да, даже на альтах не постоять, потому что вычисляют. У меня же веритасы сразу всех моих альтов вычислили. Бегали там, я даже в уровне прятался в нуба такой локации, даже там бегали. И чуваков в Луа первом вырезали всех под начисто, и просто говорили, ты, Твин Розе, короче. Это было жесть. Ну, у меня такой любви прям не было, но один раз я на Эрике Пятой играл, 4 ПДА, там ребята тоже хорошие все. И мы с ними там прям... ну, и на Олимп они прям, ребят, ну, прям хорошо с ними ходили. Мастера, то есть, выходили. Вот. И мы как-то попали между двух молотом и наковальной, фаерплей и парадоксы. Типа, вы идите... А, мы вам кинули вар за то, что вы нам не помогли на саде Герана. Уйдем на саду Герана, забираем замок, и нам кидают вар. Парадоксы. Только как они узнали, что мы там были на саде, я так и не понял, или они всем сайдом кинули. Ну, ПВЕшником. Вот. И вот так вот у меня трансфер. Как ты говоришь, там, по нуба локациям. Сделал себе альта. Купил ему красный скилл и хотя бы адену фармил. Ну, там кого-то, как всегда, что-то надоело, что его сливает. Тот пошел сливать тех. Этот потом надбросил, пошел сливать тех. Ну, да, кто-то прибухнул, там еще... Да, да, и пошла вот этот... Кончились те времена, когда вот это было все только хрючить, всем только спокойно отстоять. Вот сейчас вот на Эрике там такая же ситуация. Те ходят тех сливать, те плюнули, давай этих сливать. Я бывает в 70 тыкаю, и мне, говорит, нет. Жесть. Не, я 9.2 первую закрыл вчера вот. Мне просто крутил эту алхимочку с кристаллами. И, как всегда, естественно, же кристаллы попадаются. Ну, давай. И такой, думаю, тыкну, и 9.2 сосочки. Не, мне с этим... Я как-то зашел, вот этот самый первый, до каких-то там, до 6.1. И вообще без единой я их прокачал. Вот, с 8 на 9, когда переходил этот писец, лучше бы я собрал тебе там сколько-то, 1700-очек кристаллов. Потому что я потратил в итоге где-то в 3 раза больше. Просто в 3 раза больше, вот когда переход идет на 9. И там тебе предлагают 100%. Оп, хорош, хорош. Но наныл. Там тебе предлагают переход, еще лям 700, да, где-то, я не помню точно. Вот лучше бы я собрал эти лям 700, а не там 5 лямов в итоге влил. Ну, они, по идее, если зеленку там стоишь, они быстро собираются. Мастерство там, лучше не смотреть. Ты сам не знаешь, что там купить. Ну, да, что пить, печально. Ну, хотя бы выкрути зеленые все. Хотя всем советую мне, кто спрашивает. Я говорю, здесь урон, точность. Здесь защита, снижение. Я смотрел человека. Он говорит, надо за АД, но вот здесь сначала выкручить урон от умения 4. И потом от нее уже выстраивать. Я пробовал и так, и так. Ну, мне что-то, я говорю, в последнее время не везет. Здесь все так простенько. Ничего сверхъестественного нету. Ты, как обычный ПВЕшник не донатищий. Ну, с Агатионами, если посмотреть и Раулем, то совсем противоположная картина. Ну, я закрывал, как бы, ну, старался вот эти все. Защита, точность выжимать максимум с каждой пейки, чтобы закрывать это все. То, что вытаскивал с алхимки. Не, ну, Глад, это такой... Все говорят, что он менее требовательный к бусту. Да, ну, может быть, сейчас бы и... Ну, все равно, ножу очень зависит от точности. Потому что, если нет на нем хорошей точности, ты в этой локации не будешь стоять. Ну, то же самое и Хлыст. То же самое. Как бы, есть скиллы, которые срабатывают именно пассивки. Ну, тебе надо попасть по мобу, чтобы сработал скилл. Да, да, да. А у Глада... Мене... Я вот смотрел тоже интервью чувака, который с ножа пересел. Именно, говорит, за того, что, ну... Скиллами он, короче, точнее бьет, чем просто, ну, с простых. И за счет этого Глад может выше стоять на локах спокойнее, чем нож. Глад с руки просто не бьет, получается, он... Он постоянно скиллами бьет. И раскрывается только вот, когда появляется этот четвертый скилл. Не, 80 с головой хватит, они встанят. Тебе главное киллрейт, чтобы был, ты по мобам попадал. И все.